Привет, друзья! Меня зовут Карина, я основатель онлайн-школы Fluid English и автор пособия «Секреты владения английским». Сегодня я хочу пригласить вас на шикарную международную языковую конференцию, которая стартует уже 19 сентября. Вы получите огромный багаж знаний, которые сможете использовать на протяжении длительного периода времени, потому что на этой конференции будут выступать ведущие эксперты в области изучения английского. Пользуясь случаем, я хочу поделиться с вами парой советов для расширения словами на запасе и более эффективного запоминания и использования слов в данном видео. Во-первых, я всегда говорю своим студентам, что в английском существует большое количество слов, которые могут одновременно выполнять функцию нескольких частей речи. Это очень удобно, потому что одну единицу вы можете применить в разных ситуациях, не заглядывая в словарь. Возьмем слово water. Это не только вода, но еще и поливать. Уже расширяются возможности, если мы знаем, что water это то слово, которое имеет несколько значений и является еще и тем словом, которое можно применять как действие и как существительное. Еще есть такое слово, как cut, для примера. Это порез и резать. Тоже предмет и действие. Возьмем слово head. Это не только удар, но еще и ударять. И таким образом вы можете эффективно применять те слова, которые вы уже знаете и просто расширять свой словарный запас и возможности использования новых слов с помощью того, что вы будете применять эти слова как разные части речи в своих предложениях. Что еще можно делать? Совет номер два. Старайтесь связать новое английское слово с русским языком. Этот вариант подойдет для тех людей, которые хорошо умеют пользоваться своим воображением. В данном случае, когда я говорю о ассоциациях, я всегда вспоминаю пример своей ученицы, которая пыталась запомнить слово boring в скучной с помощью русского имени Боря. Очень созвучно, не так ли? И создав словосочетание скучный Боря в русском языке, она всегда вспоминала быстро boring. Английский вариант. Скучный Боря. Значит, скучный это boring. Желаю вам успехов в освоении английской лексики, о грамматике, о структуре языка. На примере трех английских времен мы пообщаемся уже на моем выступлении во время конференции.